Не самое приятное удовольствие – выметать из своего двора чужой мусор. Но у жителей нескольких домов в поселке Плодопитомник выбора нет. В притык с их домами муниципальная контейнерная площадка источает миазмы и опасность. Несколько раз эта мусорка горела. То есть кто-то проходит мимо, бросил какой-то окурок, и это просто не то что горело, полыхало, если честно. Мы вызывали пожарную охрану, и это все тушилось, конечно. Здесь очень много грызунов, очень много. Они ходят пешком просто. Грызуны бегут в дома, а мусора – это и ветки, и продукты, и даже мебель, вываливаются на проезжую часть. По словам местных, мусоровоз приезжает нечасто, за исключением дней проверок. При этом контейнеры соседствуют с водопроводом и газораспределительной станцией. Наш запрос о проверке представитель Роспотребнадзора отреагировали неохотно. Их заключение разошлось с мнением очевидцев. Там есть обустроенная контейнерная площадка. Свалки там нет. А то, что она рядом с источником водоснабжения? Она не рядом с источником водоснабжения. Там существует водозабор. У него определена зона первого пояса, награждена. И контейнерная площадка находится на расстоянии 300 метров. Я пью из этого колодца. У меня здесь питьевая вода непосредственно. Ты прям рядом где-то? Да, он прям за мусоркой. Мусорка стоит практически на колодце. Мы нашли нейтральную территорию, но, как я поняла, не сильно наш комитет хочет туда перевозить. Эту мусорку я не знаю по каким причинам. Ну, примерно догадываюсь, озвучивать не буду. Сами жители нашли новое место для контейнерной площадки на выезде из-под опитомника. Его утвердила и судебная экспертиза. Но суд в итоге в переносе отказал. Хотя ранее сам же определил нынешнее расположение свалки небезопасным. Судебная экспертиза установила, что данная площадка установлена на питьевом водопроводе, который снабжает поселок питьевой водой. Санитарные разрывы также не соблюдены до ближайших жилых строений. Суд так предполагает, что, в общем-то, можно было бы сохранить существующую площадку. Ну, просто привести ее чуть-чуть в порядок и ничего страшного. То есть при всех существующих им же проведенных экспертизах, что не так все хорошо? Что не так уж и страшно. Ну, стоит она рядом с газовым распределительным узлом. Ну, ничего страшного. Юристов смутило и само течение судебного процесса. В материалах дела нашли ошибку. На карте мусорный бак был отмечен на несколько улиц дальше реального расположения. А вместо законных пяти дней судья не могла отдать окончательное решение практически месяц. Местные жители предложили перенести мусорные баки сюда даже за свой счет. Здесь они никому не будут мешать, потому что нет близлежащих домов. Однако, любопытный факт. В Росреестре написано, что за этой рощей стоят дома, принадлежащие известным городским чиновникам. И если это находится в открытом доступе, то суду это 100% было известно. Взаимосвязаны ли эти факты – вопрос риторический. Тем не менее, из-за какой-то мусорной площадки между жителями плодопитомника и городским муниципалитетом разгорелась настоящая война. При этом город не решился комментировать ситуацию. Тем временем соседи свалки сдаваться не собираются и уже подготовили иск в суд Сибирского федерального округа. Полина Жданова, Алексей Фризин. День с толком.